где исключением выступает автономия. Отметьте, после того, как мы сами рассмотрели типы автономии, регионализованное государство. Сейчас запишу. Регионализованное государство. Эти государства относятся к унитарным государствам, но это государство от сиры автономии. Если в унитарном государстве автономия – это исключение, которое предоставляется в какой-то отдельной территории в силу тех или иных причин, то в регионализованном государстве абсолютно все субъекты обладают с датусом автономии. Практически регионализованное государство приближается уже к федеративному государству, но другой вопрос, что все эти отношения оформлены только с помощью договоров, а не как и конституции. Регионализованное государство – это государство автономии, государство, в котором все субъекты обладают статусом автономии. Причем, отметьте, политическая автономия, то есть имеют свои законодательные органы власти, избираемые в той или иной территории. Сейчас приведу. Вообще таких государств два, фактически. Это Италия и это Испания. Италия и Испания. Регионализованные государства. Если, допустим, относить их к какому-то типу государственного устройства, это унитарные государства, но в этих государствах все территории обладают правом автономии. В Италии 20 областей, все имеют автономный статус, имеют свои законодательные органы власти, причем 5 областей, включая, например, Сицилию, такого как Сицилия, они обладают статусом специально автономии. Испания имеет очень сложное отделение. Она делится на 4 исторические зоны, которые автономны, и при этом 13 территориальных зон, которые пересекаются с историческими. 4 исторических территорий – это Каталония, страна Басков, Галисия и Андалузия. И Каталония, и страна Басков. Вот, по-моему, вас в прошлом раз спрашивали про Басков, да? Значит, мы говорили с вами об Ирландской республиканской армии. У Басков есть тоже террористическая организация, которая есть до сих пор. Это организация, так называемая Эрита, которая всегда боролась за отделение страны Басков. А где находятся Баски? Они, кстати, недалеко от Каталонии, это север Испании. За отделение и формирование собственного государства. Каталонцы, мало того, что добились, ими окрудают автономию, и добились признания, что каталонский народ является одним из двух основных народов Испании. У них свой язык каталонский, свой флаг там и так далее. То есть это уже, в общем-то, переход даже на другую стадию отношений между центром и регионами, хотя формально результаты являются унитарными. Кстати, эта террористическая организация навсегда, на сих пор, действительно, действует, в отличие от класса унитарской армии. И периодически, не так давно, будет в Азербурге утирают на острове Майорка. Там военные, значит, в военном, так скажем, в лагере, как это назвать. Значит, да, вот. Но интересно, что всегда, когда рассматриваемся, мы с вами еще будем говорить о проблемах терроризма, значит, данную организацию рассматриваем всегда, как, ну, так, в кавычках, да, можно сказать, бумагную организацию, террористическую. Почему? Потому что ее деятельность всегда была направлена против конкретных политиков, чиновников и военных. Гражданское население, ну, летко, очень летко старались так, чтобы гражданское население не страдало. Да, поэтому, вот, в общем, деятельность ее, они обычно очень, вот, застили, заминировать отель, например, или что-нибудь, какой-нибудь, значит, здание, заранее позвонить, сообщить, чтобы всех успели эвакуировать, да, и, соответственно, давно успели, успели, не пройти сам взрыв. Вот. Либо непосредственно деятельность против чиновников. Очень много чиновников было убито вот силами этой организации. И связано это, опять же, с проблемой вот-то внутренних отношений и вот с формой государственного устройства. Еще раз говорю, что регионализованные государства унитарные, но это вот особый тип государства. Конфедерация. Давайте перейдем к сложным типам государственного устройства, но вот коротко рассмотрим конфедерацию и перейдем к федерации и посмотрим, что из себя представляет уже Россия как федеративное государство. Конфедерация — это союз суверенных, что означает независимых государств. Конфедерация — союз суверенных, союз суверенных или независимых государств. Суверенных, независимых государств. Значит, конфедеративное устройство предполагает союз совершенно независимых стран. Для чего делается этот союз? Формируется, как правило, по экономическим, либо военным каким-то причинам, военным целям. Отметим, что конфедерация организуется всегда на основе договора, не конституции, а договора между основными странами-участниками конфедеративного устройства. На основе договора страны сохраняют полную свою суверенность и независимость, каждый субъект конфедерации сохраняет свою независимость. Субъекты, ну, страны, которые входят в конфедерацию, обладают правом выхода из конфедерации, в любой удобный для них момент. То есть их в этом случае никто не может поддержать. И, значит, выход из конфедерации влечет, как правило, за собой отмену всех договоренностей, которые были, пока конфедерация существовала и пока страна входила в ее состав. Выход из состава конфедерации влечет в отмену всех договоренностей между странами, ну, то есть страны, которая выходит из состава. То есть она вышла и забыла, как страшно, что она была предоставлена конфедерацией, все равно не смогут отменить и так далее. На сегодняшний момент, как я уже говорила, конфедерации нет. Значит, в Швейцарии сохраняется в названии термин конфедерация, но это не конфедерация, это конфедерация. Конечно, значит, конфедерация были Соединенные Штаты до принятия общей конституции. Конфедерация была Германия до объединения в конце 19 века Германии, он и фон Гейсмаркан. Значит, Швейцария была конфедерацией в рубеже 19-20 века. В принципе, конфедерацией можно было бы назвать Союз независимого государства. Такая организация существует, то есть импор СМГ, но на сегодняшний момент это просто международная организация, конечно, не конфедерация. А вот когда Советский Союз находился в процессе распада, то была создана эта организация и планировали сохранение, все-таки, ну если не Советского Союза, как такого общего государства, то вот этого Союза, такого конфедеративного, я не помню, какого года, 92-го, что ли, была Олимпиада, в которой принимала участие не отдельно команда России, а Украины, а приняла участие команда СМГ, что подчеркивало все-таки то, что этот Союз являлся конфедеративным. Но это продолжалось очень долго, да, и по сути дела превратилось уже в отдельное суверенное государство и просто, значит, международная организация, которая действует, значит, на основе этого Союза. Почему Европейский Союз, мы с вами в самом начале этой темы отметили, что Европейский Союз нельзя отнести к конфедерации. Почему, как вы думаете? Там вроде проблемы с выходом есть, если я не ошибаюсь. Ну, там есть проблемы с выходом, и плюс к тому, вот, как, кстати, забыл, по-моему, значит, перечисленный к вами, отметить, что конфедерация не предусматривает единая система государственной власти. То есть там есть договор, никакой системы органов государственной власти нет. Вот в Европейском Союзе есть система единых органов государственной власти. Что, в общем, не позволяет говорить о Европейском Союзе как о конфедерации. То есть это уже более серьезная степень объединения и интеграции. Значит, что такое органы государственной власти? Это органы исполнительной, законодательной, судебной власти. Общие структуры, которые есть в Европейском Союзе. В Европейском Союзе есть Еврокомиссия. Значит, даже есть президент Европейского Союза, хотя это достаточно формальная фигура. На самом деле главным институтом является Еврокомиссия, куда входят все лидеры государств, входящие в Европейский Союз. Союз. Есть Европавлана, законодательная власть. Есть Европейский Союз. То есть все органы власти созданы. И второй момент, который не позволял всегда отнести Евросоюз к конфедерации, хотя сегодня это все-таки ближе к конфедерации. В Евросоюзе всегда была идея, долго существовало принятие единой Конституции. Но проблема там заключается в том, что принять эту Конституцию, за нее должны пройти референдумы, и за нее должны проголосовать граждане каждой страны, входящей в Европейский Союз. Во многих странах этот референдум прошел, и проект Конституции был принят. Но две страны, они, граждане двух стран, проголосовали против Европейской Конституции. Скандал, который возник в связи с этим, был связан с тем, что эти две страны являются основательницами Европейского Союза. Это Франция и это Голландия. Шесть стран в свое время основали Евросоюз. Мы еще о Евросоюзе будем говорить, но это Франция, Германия, Италия и страны Бене-Люкса, Бельгия, Голландия и Люксембург. Значит, и, соответственно, голландцы и французы не захотели принимать общую Конституцию. После чего лидеры государств решили, что лучше к гражданам не обращаться. Вот, приняли общий договор, подписали его между главами стран, входящих в Европейский Союз. И пока эта идея так и остается, светлая идея Евросоюза о принятии общей Конституции, но так и остается на уровне идей. А с учетом тех событий, которые сегодня происходят в Европейском Союзе, конечно, принятие общей Конституции, вообще сохранение Евросоюза и продвижение его в сторону федеративного государства, оно выглядит очень сомнительно. Значит, и, наконец, федерация. Федерация. Третий тип государственного устройства. Сложный тип государственного устройства. Вот, федерация, значит, федерация, она предполагает разделение, вертикальное разделение властей. Именно федерация предполагает вертикальное разделение властей. То есть, наличие, федерация, наличие центральной власти и власти региональной, где каждый уровень власти обладает своими полномочиями. Значит, федерация предполагает вертикальное разделение властей на центральную и региональную власть. Федерации все регионы, все субъекты, как их чаще всего называют, субъекты федерации, обладают признаками государственности. Обладают признаками государственности. Все регионы, ну, либо все субъекты федерации, они обладают признаками государственности. Что это означает? Это означает, что они имеют свои органы государственной власти, поэтому они обладают признаками государственности. Я уже говорила о том, что федерации в современном мире мало. С учетом того, что, ну, возьмем Организацию Объединенных Наций, там 193 государства зарегистрировано, есть еще непризнанные государства, то есть в целом в мире около 600 государств, а из них чуть более 20-24 являются федерациями, остальные унитабли, конфедерации нет. То есть федерация это исключение, в общем-то, в практике современного мира, и разные причины существуют, формирование, причина формирования федерации, значит, ну, в качестве примеров, давайте приведем несколько примеров, ну, понятно, Россия является федерацией, название нашей страны, это прослеживается, да, Российская Федерация. В Европе еще кто это? Германия. Германия, абсолютно верно. ФРГ, Федеративная Республика Германии, да, еще Бельгия является федерацией, Австрия является федерацией, Бельгия, Австрия – это федерацией. Соединенные Штаты Америки, безусловно, федерация, Канада – федерация, США – это первая федерация в мире, да, Соединенные Штаты Америки, Канада, ну, в Азии, в качестве примера, давайте приведем Индию, Пакистан, Малайзия – это федерация, Федерация Индия, Пакистан, Малайзия. Ну, и несколько экзотических, давайте примеров, в Заприке, например, да, это Ньюгерия, это Эфиопия, это тоже федерации. А Китай сегодня федерация? Нет, 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 в Китае не федерация, в Китае, почему все эти проблемы существуют, Тибет, значит, Ульгурская проблема, да, там, где вот все нельзя, да, 40 лет, руки-ка живают, урсы, то есть мгерские машины, это только у нас происходило, которое требует предоставлению федераций, Тибет всегда умизаствует деление Китая выступал со предоставлением автономии. А Китай, более того, даже не очень-то, wander popcorn, любые предоставляют, Китай зацентрализованная, очень жесткая государственная. Федерация – это очень сложное образование, потому что все равно, обладая определенными полномочиями регионы, естественно, этот вопрос в любой федерации является очень серьезным, проблема сепаратизма, безусловно, проблема стремления к отделению. Но в федерации возникают, либо независимые территории организуются в одно государство, как это было Швейцария или Соединенными Штатами, независимые штаты согласились организовать общее государство. Так же, как Германия, конечно, все независимые земли, которые были в Германии, государства отдельные, они были соединены именно с учетом того, чтобы федеративные отношения сохранялись. Многие федерации организовались благодаря, конечно, после колониализма, ну, в частности, Индия. Индия после ухода Англичан, после Второй мировой войны, в 50-е годы, она вообще состоялась более чем 500 независимых княжеств. И, естественно, создать единое государство на этой основе можно было только с учетом настроений, интересов территории, а значит, придания Индии федеративного характера. Так же произошло с Пакистаном, так же произошло с Нигерией, это бывшая английская тоже колония. А значит, некоторые государства формируются как федерации в результате распада более крупного государства, как это произошло с Советским Союзом. Когда Советский Союз распался на 15 независимых государств, в результате Россия стала уже федеративным государством в результате вот этих процессов. То есть разные причины приводят к формированию федерации, но федерация очень сложная, а внутреннее, конечно, образование. Какие признаки федерации отметили? Федерация предусматривает двухуровневую систему власти. Двухуровневую систему власти. То есть два уровня власти. Власть центральная и власть региональная. Каждый уровень власти дублирует другой уровень. Как правило, регионы дублируют общественные акценты. Ну вот давайте рассмотрим двухуровневую систему власти. Давайте рассмотрим на примере России. Центральная власть, глава государства, кто? Резидент. Дальше. Исполнительная власть представлена кем? Муам. Пример-министром. Ну, пример-министром. Правительство, да, во главе с премьер-министром. Значит, законодательная власть представлена парламентом. Парламент, да, то, федеральное собрание Российской Федерации, двухповатный парламент. И судебная власть, вспоминаем, какими искусами представлены. Судебная власть. Судебная власть. Судебная власть. Судебная власть и конституционный суд. Вот это система уровень центральной власти. Вперёд, Свердловская власть. Кто глава региона? Губернатор или Республика. Так, ну, Республика и Президент. Ну, мы давайте на Свердловской области осмотрим, да? Значит, губернатор. Есть правительство, исполнительная власть Свердловской области? Есть. А есть премьер-министр или глава правительства Свердловской области? Ну да. Есть. Здесь у нас есть глава, ну, вы знаете, премьер-министр, да? Но он не премьер, конечно, министр, он же глава правительства Свердловской области. Кто знает фамилию главы исполнительной власти региона, в котором вы проживаете? Денис Паслер, назначенный уже новым губернатором. А губернатор-то хоть знаете? Дальше. Есть законодательная власть Свердловской области. Законодательное собрание, но она Свердловская область-дума, да? Властная дума. Законодательное собрание Свердловской области. Вообще, раньше, значит, до 11-го года Свердловская область имела двух палатных. сейчас осталась только областная дума, а была еще и палата представителей, то есть не хуже, чем в центре, да, все было, но ее упразднили более чем год назад, и судебная власть представлена какими судами? Верховный суд Свердловской области и Высший архитражный суд Свердловской области, нет только конституционного суда, потому что он один на всю Россию, трактует конституцию и так далее, все вопросы связаны с конституцией. То есть оба, два уровня власти существуют и так во всех федерациях, да, свои органы власти. А значит дальше, федерация, естественно, значит, отметьте, что высшая власть принадлежит центральным органам власти, то есть главой России является президент России, он, как он, губернатор Свердловской области, да, то есть центральная, высшая власть, конечно, принадлежит федерации. Дальше. Также отличие федерации, это то, что разграничение полномочий между центром и регионами обязательно оформляется в конституции. Обязательно закрепляется в конституции. По-разному, это зависит от каждого, от законодательства конкретной страны. Значит, разграничение полномочий между центром и регионами определяется или оформляется в конституции. Оформляется в конституции. В России, например, в российской конституции оговариваются полномочия центра и оговариваются предметы совместного видения центра и региона. Все, что не остается к этому, остается уже как полномочия регионов. В США по-другому. В США, значит, есть полномочия центра, полномочия регионов. Перечисляется все, что там не обозначено, это предметы уже совместного видения и так далее. То есть форма законодательства может быть разной, но обязательно это все закрепляется в закон. Дальше, значит, следующим признакам федерации, это принцип бикамерализма. Бикамерализм. Принцип бикамерализма. Бикамерализм. Бикамерализм. Это двухпалатное строение центрального парламента. Двухпалатное строение центрального парламента. Где одна из палат представляет интересы регионов. Двухпалатное, значит, бикамерализм означает двухпалатное строение центрального парламента. где одна из палат представляет интересы регионов. В России, иногда в унитарных государствах бывает двухпалатный парламент, но бывает и однопалатный, это уже Великобритания унитарное государство, двухпалатный парламент, трансунитарное, это тоже двухпалатный парламент. Но в федерациях это обязательный принцип, потому что одна из палат представляет интересы регионов. Россия это Совет Федерации, почему он так называется, Совет Федерации, потому что представляет интересы именно субъекта федерации. В принципе, коммерализм. Значит, дальше, следующий принцип федерации, напишите наличие двойного гражданства, не во всех странах оно есть, в России его нет. Но в Соединенных Штатах, в Германии, например, есть принцип в Индии двойного гражданства. Что это означает? Если бы он был в России, то вы были бы гражданами России и одновременно были бы гражданами Свердловской области. То есть не только гражданин России, но и гражданин Свердловской области. А в Штатах, переезжая, вы гражданин США и гражданин Штата. Переезжая в другой Штат, вы меняете гражданство, становитесь гражданином другого Штата. Значит, соответственно, некоторые федерации имеют этот принцип, некоторые не имеют. Верний принцип двойного гражданства тоже есть. Значит, и, наконец, последний признак федерации – это наличие двойной системы налогообложения. Двойная система налогообложения. Когда часть налогов собирает центр, часть налогов собирает регион. И именно благодаря этому регионы могут сохранять свою независимость, регионы формируют свой бюджет и так далее. Это позволяет регионам жить за себя очень независимо от центра. Потому что деньги они получают не из центра, хотя они могут получать какие-то дотации, но они имеют свой бюджет за счет налогов со своих граждан. Значит, принцип двойного налогообложения, когда часть налогов собирается центральными властями, часть налогов собирается региональными властями. Значит, типы современных федераций. Какие федерации сегодня существуют? Какие федерации? Типы федерации. Значит, для того, чтобы выделить типы, мы с вами определяем основания классификации его или типорода. Значит, по внутренней структуре. В зависимости от внутренней структуры. От внутренней структуры. Федерации делятся на симметричные и асимметричные, или несимметричные. Значит, с федерацией бывают симметричные и асимметричные, или несимметричные. Что значит симметричные федерации? Это федерации, в которых все субъекты обладают равным правовым и экономическим статусом. Все субъекты обладают равным правовым и экономическим статусом. Ну и, естественно, в несимметричных, в асимметричных федерациях этот статус разный. То есть правовой статус разный, экономический статус разный. Регионы абсолютно отличаются друг от друга по своим полномочиям. Большинство, естественно, нельзя здесь все идеализировать. Но, в принципе, большинство федераций, конечно, стремятся к тому, чтобы быть симметричными. И по полномочиям и статусу субъектов являются равными. Ну или, по крайней мере, приближаются к этому или стремятся к этому. Симметричными федерациями являются, конечно, США и Германия. И большинство вообще федераций мира. А асимметричный, ярчайший пример – Россия. Ярчайший пример, да, и асимметрия, мы сегодня о России поговорим, это ключевая, ну, глобальная проблема нашего внутреннего устройства. То, что субъекты имеют совершенно различный статус, различные полномочия, хотя Конституция диктует равенство субъектов, провозглашает равенство. Все равны, но, значит, это как у Оруэлла, да, все же в скотном дворе, да, все животные равны, но они равнее других, да. Вот у нас по Конституции все регионы равны, но кое-кто равнее, чем другие. И намного равнее. А вот, значит, следующий тип, отметьте, значит, по системным основаниям, по тем элементам, да, которые входят в состав федерации, по системным основаниям, по тем элементам, которые входят в состав федерации, федерации бывают административно-территориальные и национально-государственные. По системным основаниям федерации делятся на административно-территориальные и национально-государственные. То есть субъекты делятся на основе административного деления или на основе национального деления. В большинстве национально-государственного отделения предполагают большие проблемы для любого государства. Потому что если определенная нация живет в регионе, то проблема сепаратизма возникает. Поэтому федерации стараются делить, даже если та или иная национальная группа проживает в регионе, пытаются делить именно на административные основы. Что такое административно-государственное отделение? Область это какое отделение? Вот как раз административно-государственное. Край административно-государственное. Штат административно-государственное. Земли в Германии административно-государственные. В Индии тоже штаты. Или называют какие-то территории специальные, но не по национальному признаку делятся. Что такое национально-государственное отделение? республики национальная республика значит национальные республики это и есть национально-государственное деление а за исключением россии бельгия в своем составе как раз она как федерация имеет национальное государственное деление я ведь не вам уже говорила делится на фландрию волоньях да есть в амансы есть волоны французы галанты соответственно а значит это национально-государственное отделение в россии еще раз говорю и административное национально-государственное здесь а любое на любой вкус все что угодно а значит ну давайте вот перейдем к россии как раз посмотрим что себя представляет россия как федерация особенности федеративного устройства особенности федеративного устройства российского федеративного устройства россии значит начало формирования современной российской федерации, это 89-90 год, 1989-90 год, это начало формирования Российской Федерации, современная. Советский Союз вообще, если немножко к истории обратиться, он был федерацией по конституции, опять же, туда входили 15 республик, если вы помните, включая Российскую Республику РСФСР, да, она тоже Российская Федеративная Социалистическая Республика, и причем и Россия в составе еще Советского Союза тоже объявлялась в федерации. Но на самом деле все это были только слова, а на практике вообще в Советской Конституции была очень любопытная фраза, которую не допускает ни одно федеративное государство никогда. Это право на самоопределение вплоть до отделения для любой республики. Провозглашала советская самая, значит, демократическая советская конституция. Но на самом деле более тому, кто попытался вымыть из состава и самоопределиться, да. Поэтому Советский Союз на практике был, конечно, унитарным государством, хотя вот позиционировал себя именно как федерацию. И в 89-90 год это начало распада Советского Союза, когда первыми откалываются страны Прибалтики, потом Молдова, Грузия и так далее, да. И Россия в декларации, отметить 90-й год, выходит в декларации независимости России, то есть каждая республика провозглашала свою декларацию независимости, естественно, в этот период распада Советского Союза. И Россия в своей декларации независимости определяет себя как федеративное государство, как федерация. Ну это просто еще был документ, скажем так, о намерении. И можете отметить, что с 1990 по 90, по конец 93 года, когда принималась уже конституция России, это период, когда еще не было конституции, начинается стихийная федерализация России, то есть, значит, или децентрализация, как удобно здесь вам написать. Это 90-е и 93-е годы, стихийная децентрализация или федерализация России. Что это означает, стихийная децентрализация, децентрализация России. Это означает, что регионы, входившие в состав России, они начинают провозглашать, начинают в одностороннем порядке, в одностороннем порядке, получать и провозглашать свои полномочия уже внутри Российской Федерации. То есть, не спрашивая мнения центра, начинается провозглашение и так называемый, вообще этот период чаще всего называют парадом суверенитета. Масло в огонь здесь подлил Ельцин, который приехал в Татарстан в начале 90-х годов. И когда его спросили о суверенитете Татарстана, он сказал независимость, о том, что Татарстан должен обладать большими полномочиями, он сказал, берите все суверенитеты столько, сколько сможете унести. Ну и все, естественно, начали здесь стараться. Особое рвение проявляли, конечно, национальные республики. И большинство национальных республик в своих документах, которые они начали создавать в этот период 90-93-х годов, в уставах, конституциях и так далее, они либо писали о своем суверенитете, о своей независимости, либо они вообще забывали написать, что они входят в состав Российской Федерации, либо они писали о возможности выхода из состава Российской Федерации и так далее. То есть огромное количество провозглашали возможность создания собственных органов власти, не дожидаясь, скажем так, разрешения Центра и так далее. То есть пока Центри были заняты борьбой за власть и формирование нового российского государства, региону ударялись кто во что город, кто больше полномочий вынесет и так далее. Значит, вместе с тем, отметить 12 декабря 1992 года, несмотря на вот этот процесс... Третьего? Что? Вы сказали, 92-й? 93-го? Нет, 92-го года, мы не от института идем речь. 31 декабря, не 12, а 31 декабря 92-го года был подписан федеративный договор. Это еще за год о принятии Конституции. Все-таки увещеваниями, значит, и так далее Центр попытался сохранить. Вообще, из начала 90-х годов, вот что означает стихийная децентрализация, вообще речь шла о распаде России, не только распаде Советского Союза, но и распаде России на отдельные совершенно регионы. Вот, но Центр в лице там Ельцина и Центральных органов власти проявили здесь, значит, различные возможности привлекали, кого-то уговаривали, кого-то пугали и так далее, но чтобы подписали этот договор. В 92-м году этот договор был подписан, федеративный договор, который вот уже определял, значит, перспективы создания России именно как федерации. Отношение к этому договору двойственное до сих пор. С одной стороны, можете отметить, этот договор, это компромисс между Центром и регионами, который позволил сохранить все-таки единство России. Это компромисс, компромисс между Центром и регионами, который позволил сохранить Россию как целостное все-таки государство. А с другой стороны, именно этот договор уже определяет асимметричный характер России, асимметричность России как федеративного государства. С другой стороны, именно этот договор определяет и закрепляет, изначально закрепляет Россию как асимметричное государство. Потому что по этому договору республики получали особые полномочия. Выражались они в разных аспектах, они выражались и в политических аспектах, но стоит сказать о том, в чем выражается эта асимметрия. Например, как вы уже правильно, когда вы расписывали губернатор, вы сказали, что область у нас руководит губернатор, а республика руководит президент. Значит, в области основных документов, по которым живет наша область, является устав, в республиках во всех действует конституция, что придает им более высокий правовой статус. Не говоря уже об экономических привилегиях, которые сразу предусматривались этим договором. Значит, так во многих республиках были организованы свободные экономические зоны, которые позволяли вообще не платить налоги России, не центру центральной власти и, конечно, позволяли республикам зарабатывать намного больше денег, чем регионам, другим регионам. Более того, республики имели привилегии в плане проведения приватизации, которая началась с 1972 года и так далее. Очень много этих привилегий было. И именно федеративный договор он сразу определил вот эти вот асимметричный характер России. Вместе с тем, несмотря на все эти уступки, два региона не подписали, демонстративно не подписали этот договор. Два региона не подписали этот договор. Это Татарстан и это Чечня, Чеченская Республика. Кстати говоря, в составе на этот момент это уже была Чеченская Республика. Первоначально в составе, значит, в Советском еще Союзе такого региона не существовало. Существовала Чечено-Ингушская Республика, но очень серьезные внутренние противоречия между чеченцами и Ингушами привели к тому, что они разделились на две республики. И до сих пор у них как территориальные претензии к друг другу существуют. Значит, и, между прочим, отношения между президентами этих республик на сегодняшний момент просто крайне сложные, что даже выливается в средства массовой информации, в обвинения друг друга и так далее. Но с учетом еще биографии двух этих президентов, понятно, один генерал, другой бывший боевик и бандит, да, поэтому естественно, что отношения тут достаточно сложные, но они вот исторически так сложились. Значит, с Татарстаном удалось договориться, и Татарстан в 93-м году принимает все-таки Конституцию Российской Федерации, о которой мы с вами еще поговорим, а с Чечнем все обстояло гораздо хуже. О Чечне отдельно говорить не буду. Единственное, что можете отметить, что, естественно, потому что о ней нужно делать в этом конфликте, о этих проблемах нужно делать, конечно, отдельно лекцию. Но, естественно, Чечня является одной из ключевых проблем федеративного устройства в России. В России 90, можете отметить, что 94-96 годы это первая чеченская кампания. Значит, это первая чеченская война, 94-96 годы. Значит, войска ввели в 31 декабря 94-го года по наведению конституционного порядка в Чечне, потому что Чечня проглашала свою независимость, суверенность для того, чтобы сохранить ее в составе России. 31 декабря были введены войска для того, чтобы штурмовать Грозный, город Грозный, столицу Чечни. Не так давно умер бывший министр обороны Павел Врачок, который как раз был министром обороны на тот период. И справедливости ради нужно сказать о том, что он был против введения войск, как обычно военные, они, в общем, не являются здесь главным, значит, кто провоцирует войну. Но, тем не менее, именно ему принадлежит известная фраза о том, что он возьмет Грозный за два часа. Российские войска его возьмут за два часа силами одного парашюта десантного полка. Да, все получилось гораздо сложнее. Вообще, с 31 декабря, на 1 января 95-го года, это очень страшный день, конечно, в истории вообще России, потому что погибла... Операция была абсолютно неподготовлена, как тише. Операция... И погибла... Туда было направлено огромное количество солдат-срочников, которые не имели представлений, не имели соответствующих навыков. И вот именно в этот день, в день штурма, погибла очень много. Там одна дивизия была полностью просто уничтожена. И, соответственно, все это затянулось до 96-го года. Вообще, за первую членскую кампанию, по данным официальным, погибло 4,5 тысячи российских военных. По неофициальным, это данные общества, мемориалы и организации солдатских матерей, ну, на два, а то и на три надо умножать, то есть порядка 12 тысяч. Что касается боевиков, то их погибло порядка 3-4 тысяч. А мирного населения в первую членскую кампанию порядка 50 тысяч, это официальные данные, неофициальные 80 тысяч. А город Грозный был уничтожен в ходе этой кампании во четвертых лета земли. А в 96-м году были подписаны Казальюфовские соглашения, по которым Россия вывела свои войска с территории Чечни. И хотя она формально оставалась в составе России, но на самом деле вела уже жизнь совершенно независимого государства. Ну, давайте перерыв на 5 минут сделаем. Я уже сказала, вывели войска, и до 99-го года, 3 года, Чечня существовала фактически как уверенная и независимая государство, хотя формально в составе Российской Федерации. За этот период она превратилась в англандию, совершающую убийство, выключались люди и так далее. А именно в этот период обострелись отношения внутри уже чеченского общества, структура, чеченского общества делится, если так выражается российским языком лучше сказать, на планы, но на самом деле называется тейпом. На тейпы и, соответственно, различия и противоречия между этими тейпами, они и определяли развитие в Чечне вот этих 3 года. И здесь уже центр российский начал играть на этих противоречиях, обещая поддержку то одному клану, то другому клану. В результате после вторжения в Дагестан, можете отметить, что 99-2002 год, 99-й это уже как раз путинская кампания, 99-й-2002 год это вторая чеченская война, где уже значительная часть чеченцев выступала, ну по крайней мере представители тех или иных тейпов выступали на стороне российских, значит, российской власти. И в результате в 2002 году была сделана ставка на клан Кадырова, на тейп Кадырова. Вначале Ахмад Кадыров отец, да, которому все время вспоминали, что при Дудаеве он был муфтием Чечне и призывал там джихаду России, да, но уже в 99-м году он выступает на стороне российских властей. И в последствии, после того, как он был убит, его сын Рамзан Кадыров по главу Чечни, да, и появляется президентом Чечни на сегодняшний день, да. То есть, с одной стороны, Чечня сохранилась в составе России и сегодня, в общем-то, не поднимает вопрос о своем суверенитете. Тем не менее, те проблемы, которые существовали внутри Чечни, между Чечнёй и Центром, они сохраняются. Они, конечно, решаются за счет, прежде всего, финансовых клеваний в Тишин. И Чечня и Грозный сегодня отстроены полностью, заново, да. И тот объем средств, который уходит в Чечню, уходил в Чечню, значит, он, конечно, огромный. Вот. Но те противоречия, которые существуют внутри, они, конечно, не решены. И за счет очень жесткого режима, потому что режим Кадырова на сегодняшний момент, это, ну, авторитарный-санитарный даже режим, да, вот за счет жесткого режима там сохраняется, видимо, скажем так, стабильность. Значит, отметьте, что, естественно, вот, ну, это так, отступление, да, потому что это действительно особый совершенно случай истории федеративных отношений России. Но, а вот то, что касается, мы написали, что в 92-м году был заключен федеративный договор, в котором была заложена асимметрия, да, и два региона его не подписали. Но, с другой стороны, очень многие регионы были недовольны, конечно, подобным, значит, состоянием в Российской Федерации, началом этих отношений, асимметричным характером. Это привело к сепаратистским настроениям в других регионах России. И здесь, впереди планеты всей или впереди всей России, стала, конечно, Свердловская область. Свердловская область. В 93-м году губернатор Свердловской области, а на тот момент еще губернатор не избирался, он назначался из цеха и назначен был Россий, он инициирует глава, значит, он еще тогда и не губернатор, там была глава, значит, области, он инициирует проведение референдума, так как это связано со Свердловской областью, то можно это отметить. Значит, инициирует проведение референдума о предании Свердловской области статуса Уральской Республики. о предании Свердловской области статуса Уральской республики. Естественно, приятнее, когда тебя называют президентом, нежели когда тебя называют губернатором. Поэтому, ну не только это двигало Росселем, но действительно очень хотелось экономических, конечно, привилегий, больших экономических полномочий, нежели давал, значит, предусматривал Центр. А 83% жителей Свердловской области проголосовали и поддержали эту идею, проголосовали за и поддержали эту идею. После чего губернатор Свердловской области, значит, Россель проводит съезд глав Пермской, Курганской, Оренбургской, Челябинской областей, на котором он провозглашает идею создания Большой Уральской республики, что, в общем, уже ограничило, конечно, с идеей отделения Урала от, значит, России. Более того, он инициирует проведение экономического форума в Екатеринбурге, тем, чтобы сделать Урал, там, главная такая идея российским заводством, да, и так далее. То есть вот эти идеи, которые, конечно, не очень отличали интересам Центра. Более того, значит, была проразглашена идея создания Уральской валюты. И, значит, эта валюта была напечатана, так как в тот период были неплатежи. И для того, чтобы эта валюта, естественно, имела хождение только на территории Свердловской области, был напечатан Уральский фраг. А, значит, эти франки, они очень долго, ну, не знаю, сменились губернаторы, да, но пока Россий был губернатором, эти франки хранились, президентские губернаторы, там, где-то, в общем, в подвале они были. Более того, в конце 90-х, когда опять же были... А? Музей, даешь? По-моему, там выставлены. Ну, нужно там даже какие-то улучшения. Уральский франк. Более того, когда в конце, по-моему, 90-х, опять же, там, рабочим не платили зарплату, то на Серовском, по-моему, заводе их выдавали, эти франки, в качестве долога за питание. Вот, то есть, в общем, они усыдно существовали. Но это, конечно, уже превысило терпение Центра, и Ельцин отправил Росселя в Акстанку, там. Что не помешало ему в 95-м году избраться уже в качестве губернатора Свердловской области, достаточно долго этой областью руководить. Но идея Уральской республики так вот и осталась не осуществленной, хотя это вот пример как раз сепаратизма, и до сих пор, когда история элитетных отношений, то есть Свердловская область, это действительно главная, один из ключевых регионов, который вот участвовал в сепаратистских настроениях, да, и сепаратистских разных процессов. Значит, отметить, декабрь 93-го года принимается Конституция России, принимается Конституция России, которая уже вот как раз определяет Россию как федерацию, предусматривает равенство субъектов, как уже я говорила, его нет и по сей день, но тем не менее вот уже разглашает Россию как федеративное государство. Значит, отметить, что в России существует двухуровневая система власти, как мы уже с вами ее рассмотрели, как во всех федерациях. Двухуровневая система власти, система двойного налогообложения, двойного налогообложения, полномочия разделены и определены эти полномочия Конституции России, Конституции России, а также существует двухпалатный парламент, где Совет Федерации представляет интересы регионов. Конституции, в Конституции разделены полномочия между центром и регионами и также двухпалатный парламент, который представляет интересы регионов. Можете ответить, что Совет Федерации в 1995 год, он избирался, были выборы сенаторов с 95-го года, с 95-го, напишите, даже по 2000-й год, по 2000-й год. Двумя представителями от региона, значит, в Совет Федерации, мы, по-моему, с вами еще в режимах говорили о том, что в Совете Федерации находятся по два человека от каждого региона, два представителя от каждого региона. Значит, с 93-го по 95-й год эти двои избирались всенародными выборами в регионе, с 95-го по 2000-й год этими двумя стали глава региона и глава законодательного собрания региона. Глава региона и глава законодательного собрания региона. То есть в 93-м году были выборы сенаторов, по 95-м году они избирались. В 95-м году решили, что выборов очень много, приходится выбирать, все включают сенаторов, то есть сенаторов избирать не надо. Одними представителями от каждого региона стали глава региона и глава законодательного собрания региона. Что это означает? Это означает, что губернатор Россий на тот период, он сам был представителем своего региона в Совете Федерации. То есть он одновременно был губернатором и сенатором, совмещал эти инфекции, также как и глава Средневосковской областной думы. Он ездил также в Москву и представлял интересы региона в Москве. То есть это уже была система немножко другая, невыборная, а если именно главы регионов представляли свой регион Совете Федерации. Значит, и отметим, что в Конституции 93-го года в России 89 субъектов Федерации. Сейчас немножко меньше. 89. Сразу скажу, что это, конечно, очень много. Очень много. И постоянно до сих пор появляются идеи о том, чтобы сократить их количество, но ничего не получается. И, видать, у более такой одинаковый характер, да? Но не получается, потому что то есть публики против, то области не хотят там объединяться и так далее. Значит, 89 субъектов. Если США 50 штатов и один округ, в Индии тоже штаты и специальные территории, значит, в Германии земли и так далее, то в России есть все, что душа угодит. Значит, 49 областей. У нас в России 89 субъектов. 49 областей. 21 национальная республика. Шесть троев, 10 автономных округов. Одна автономная область. Значит, шесть троев, 49 областей. 21 национальная республика. Шесть троев, 10 автономных округов. Одна автономная область и два города федерального значения. То есть чего только нет. Все, что хотите, да? И два города федерального значения. Что это за города? Москва и Санкт-Петербург. Москва и Санкт-Петербург. Поэтому Москва отдельный субъект федерации. Московская область второй субъект федерации. Санкт-Петербург отдельный субъект федерации. Ленинградская область – это отдельный субъект федерации. И мэр Москвы был Лужков, сейчас Собянин. Несмотря на то, что мэр, у нас его должность мэр, он равен по своим полномочиям не мэру Екатеринбурга, города Екатеринбурга, а губернатору Свердловской области. Он обладает такими же полномочиями. Москва – отдельный субъект федерации. Так же, как и Санкт-Петербург. Почему такой был статус, почему там больше экономических присутствований, именно за счет того, что они являются отдельно автономной области, Грейско-автономная область. Грейско-автономная область, да. Грейско-автономная область. Сейчас еще раз говорю, что количество поменьше, давайте можно даже сразу записать, чтобы потом уже не возвращались к этому. Сейчас 83 субъекта. 40 областей стало 46. Республика столько же. Краев стало 9. Например, появился Забайкальский край, Пермский край. была Пермская область, объединилась с Коми-Пермянским автономным островом, возник Пермский край. А кругов стало 4. Автономная область осталась, 2 города федерального значения осталось. То есть изменения были связаны прежде всего за счет присоединения автономных кругов к тем или иным областям, либо образования, например, краев. Значит, отметьте, что в 93-м году эта структура была сформирована, федеративная структура, и до 2000-го года, то есть отметьте, что с 93-го до 2000-го года Российская Федерация, несмотря на то, что это единое государство, она оставалась достаточно децентрализованной. То есть, конечно, регионы имели очень много полномочий, проявляли свою самостоятельность, превратились в закрытые, даже феодальные некоторые регионы государства. Все меняется с 2000-го года. Новый период, можете отметить, в федеративных отношениях России начинается с 2000-го года с приходом Путина. То есть его идея о централизации власти, о построении вертикальной власти, конечно, не предусматривала серьезной независимости субъектов федерации. С 2000-го года. Вообще, если посмотреть на то, что сделал Пухин за первые два срока своего нахождения на посту президента, значит, он действительно очень серьезно перекроил вообще все федеративные суть федеративных отношений в России. Значит, марки выбора президента. Отметьте, что с мая 2000-го года Россия переходит на трехуровневую систему власти, трехуровневую систему власти, которой нет ни в одной федерации. Значит, как мы уже говорили, два уровня власти, это центральная власть и региональная власть, которую мы с вами эти уровни рассмотрели. Переходит на три уровня власти. Какой уровень возникает между центром и регионами? Абсолютно верно. Федеральная округа. Значит, в мае 2000-го года подписывается указ о создании федеральных округов и введении института полномочных представителей президента. Полпреды, да, полномочных представителей президента. Сформированная федеральная округа и полномочные представительства президента во главе с полпредами. Для чего они были созданы? Для того, чтобы следить за регионами, что происходит в регионах, вовремя докладывать в центр. Более того, функции полпредов изначально входило в приведение в соответствие законодательства регионального и центрального. И с этим они, в общем-то, быстро достаточно справились. Можете отметить, что было введено изначально 7 федеральных округов. 7 федеральных округов. 7 федеральных округов. С 2010-го года их стало 8. С 2010-го года стало 8 федеральных округов. Значит, ну, можете не записывать, давайте перечислим, какие округа владеют, какие округа существуют. Ну, разними, понятно. Северо-западный, с запада начинаем с северо-западный, потом центральный, потом северо-кавказский. А, значит, он был в свое время переименован в Южный округ. Значит, вначале он был как северо-кавказский, потом его переименовали в Южный. А в 2010-м в дополнение к Южному добавили еще северо-кавказский округ. Почему это стало 8? Все понятно, да, с этим округом? В частности, северо-кавказский и Южный. Причем, еще раз говорю, что изначально, в 2000-м году, он был назван именно северо-кавказским, потом переименовали в Южный, в 2010-м добавили северо-кавказский. Куда объединили все северо-кавказские республики и один российский Ставропольский край. Почему он до сих пор очень недоволен тем, что его туда включили, в северо-кавказский округ? Но там была проблема с определением столицы. Потому что между республиками существует очень серьезная конкуренция и сложные отношения. Поэтому создать столицу в какой-то республике это значит обидеть все остальные республики. Поэтому нужен был нейтральный город, российский город, который, соответственно, мог бы быть столицей северо-кавказского округа. Этим городом стал Пятигорск, город Ставропольского края. Поэтому, значит, вот его туда и включили. Дальше, это Приволжский округ, это Уральский, Сибирский и Дальний Восточный. Можете сразу отметить, что Уральский округ является одним из самых малочисленных по количеству субъектов, входящих в этот округ всего 6. Всего 6. Но для сравнения к центральному округу 17 субъектов, в Уральском всего 6. Какие области и какие субъекты входят в Уральский округ? Челябинская, Свердловская, Курганская, Курганская и Автономная, Малоденецкая. И еще какую область вы говорите? Тюменская. Тюменская область, абсолютно верно. Четыре области, Тюменская, Курганская, Челябинская, Свердловская, два Автономных округа, Малоденецкая, Артельмансийский округа. Значит, вообще, эти округа поделили, федеральные округа создавали волонтеристским способом, не учитывали желания субъектов, куда бы они хотели, к какому округу относиться. Четыре области очень долго писали письма президенту Путину, с просьбой вернуть их в исторический округ, в котором они себя исторически ощущали. И речь идет прежде всего об Астраханской и Волгоградской областях, которых отнесли вообще первоначально к Северо-Кавказскому округу, а потом его переименовали в Южный, но как-то получше им стало в нем, наверное. Но они всегда ощущали себя в Приволжском округе и просились перевести их в Приволжский округ. А Пермская область до сих пор переживает, что она не в Уральском округе, а в Приволжском округе. А Тюмень точно так же переживает, что они в Уральском округе, потому что для них очень серьезное было потрясение, потому что они всегда всегда уралом, они себя не считают, они считают себя Сибирью вообще. Поэтому хотели, конечно, быть отнесены именно к Сибирскому округу. Тем не менее, все осталось именно так. Можете отметить, что полпреды в основном это представители военных силовых ведомств. То есть все полпреды так или иначе это представители силовых ведомств в большей части. В Уральском округе сменилось уже несколько полпредов, но последний полпред, это, конечно, не представители силовых ведомств. Вот, а в принципе, Урал-Вагон-Завода. Но до этого Латышев был из структуры ВД. Значит, Курвашев, это как раз он из службы судебных приставов, вообще из военных. Вот, и уковцы поделись. Скажите мне, кто еще был в Уральском округе там? Винченко. Винченко, правильно. Я забыла, это одноклассник, однокурсник, вернее, Медведева, он тоже возглавлял службу судебных приставов. Значит, можете отметить, что этим указом было введено порядка полутора тысяч новых чиновников. Новых чиновников. У каждого был предан, значит, ну, как вы понимаете, восемь был предан, у них от восьми, тактише, до десяти замов, плюс целая служба генеральных инспекторов и генеральных федеральных инспекторов порядка 150 человек. Сейчас в каждом регионе, в столице каждого округа отстроены резиденции, вы можете наблюдать ее в Екатеринбурге, да, для полпреда. Соответственно, значит, вот полутора, порядка полутора, различных чиновников были введены. При этом, значит, тем не менее, хотя полпред, скажем так, он более высокий статус имеет, чем руководитель региона, полпред он достает намного меньше финансовых, экономических средств, поэтому полпред с удовольствием меняет свою должность на должность руководителя региона. Матвиенко в свое время сменила должность полпреда в северо-западном округе на губернаторство в Санкт-Петербурге. Губернатор нашей области с удовольствием стал именно губернатором и ушел спозна полпреда, потому что полпреда у губернатора намного больше, конечно, полномочий, несмотря на то, что полпред находится как бы высший губернатор по станции. Второе изменение, которое произошло также с 2000 года, отметим, был изменен Тортиши, был изменен порядок формирования Совета Федерации. Был изменен порядок формирования Совета Федерации. Был изменен порядок формирования Совета Федерации. То есть, как я уже говорила, значит, двумя представителями Совета Федерации, Совет Федерации, были губернатор и глава законодательного собрания региона. С августа 2000 года этими двумя стали представитель главы региона, представитель главы региона и представитель законодательного собрания региона. Значит, этими двумя стали представителями Совета Федерации представитель главы региона и представитель законодательного собрания региона. Представитель законодательного собрания региона. Для чего это было сделано? Путин сказал о том, что нечего губернаторам ездить каждый месяц в Москву и сидеть там в Совете Федерации, сидеть у себя в регионе, и занимаетесь в текущей губернаторской работе. Назначьте своего представителя, соответственно, Совет Федерации, и он там будет представлять ваши интересы. Вообще, этот указ очень серьезно дискредитировал и изменил роль Совета Федерации. Почему? Потому что сенатор, как вы понимаете, это очень высокий должность, это очень высокий статус, он дает неприкосновенность. И поэтому очень многие люди захотели быть, безусловно, сенаторами, представителями того или иного региона, заседания Совета Федерации. И с 2000 года развернулась печета Говля местами сенатора. А очень и в результате Совета Федерации, почему говорят о выводе с кредитацией, потому что состав Совета Федерации, но за последние пару лет он немножко в лучшую сторону, все-таки меняется, а так он действительно состоял из достаточно странных личностей с очень такой непростой репутацией, скажем, да, и биографией. Более того, эти люди не имели никакого отношения зачастую к тем регионам, которые они представляли. Вот приведу наиболее яркий пример. Республику Тыва долгое время в Совете Федерации представляли два человека. Одним представителем была Людмила Нарусова, это вдова мэра Санкт-Петербурга, когда еще он назывался в должность мэра Собчака, мама известной телепетущей там Ксении Собчак, никогда не жила в Республике Тыва, не значилась там, не училась, не работала и так далее. Вторым представителем Республики Тыва был Сергей Пугачев, банкер из Санкт-Петербурга, тоже никакого отношения к ней не имел никогда. Кстати говоря, Нарусова сейчас покинула пост сенатора, но она уже была сенатором от Брянской области, так она, по крайней мере, в Брянской области родилась, и там уже немножко изменили. Все-таки какую-то принадлежность к этой области она имела. Но на самом деле, там Республику Алтай долгое время представлял бывший вице-президент Кугоэлла, папа любезной певицы российской Алсур, Алис Сафин, например, тоже не имела в китайской Республике никакого отношения. И Малоненецкий округ. Со многими сенаторами стали возникать, значит, различные скандалы, включая обвинения там в преступлениях, включая, например, обвинения в убийствах. Сенатор от Башкирии был арестован за целую серию заказных убийств. Вот с него сняли, по-моему, очень сенатора, обсудили. Сенатор от Ямала-Ненецкого округа, а также не имеющийся отношения к этому округу Александр Саподаш, владелец ликероводочного завода Санкт-Петербурга, также был приговорен к определенным срокам за заказные убийства и так далее. Вот это вот российский сенат, да, Совет Федерации. Поэтому, естественно, что вот этим указом достаточно серьезным был подобного авторитет Совета Федерации в целом. Более того, безусловно, работая на постоянной основе в Москве, они теряли зачастую сенаторы интерес уже к своим областям. Что касается, кстати говоря, Свердловской области, то здесь ситуация была всегда гораздо лучше, чем в других. Все-таки были представители именно Свердловской области. И на сегодняшний момент, если кто не знает, два представителя Свердловской области – это бывший губернатор Росси или бывший мэр Черневский. Они сейчас вдвоем сидят в Сенате, ой, Совет Федерации представляют пределец Свердловской области. Загадычные друзья в кавычках, да. Но вот, значит, сейчас они сенаторы. Вот. Значит, это можете не записывать. Я вам просто скажу о том, что президент Медведев для того, чтобы изменить ситуацию, в 2009 году вводит 10-летний цен, необходимый для сенаторов. То есть, это то же самое, как и на выборах президента. До 10 последних лет человек должен прожить в этом регионе для того, чтобы стать сенатором. Не прошло и полгода, как эту норму отменили. Видимо, как-то вот она, ну, не очень подошла к сенату и придумали новую норму, что обязательно человек, который представляет интересы в Совете Федерации региона, должен пройти через местные выборы. Неважно, выборы в областную думу, например, в городскую думу, но через выборы он должен пройти для того, чтобы его рекомендовали и сделали представителем в Совете Федерации. Но качественно это все не меняет, действительно, внутренние проблемы, которые существуют в Совете Федерации. Третье изменение, которое вы пишите, была введена прямая ответственность. Была введена прямая ответственность регионов, региональных властей, лучше так, региональных властей перед президентом, перед центром. Третье изменение – это введение прямой ответственности регионов, региональных властей перед центральной властью. Перед центральной властью. Значит, в 2002 году принимаются указы президента о том, что президент России может снять должности главу региона. Значит, с 2002 года президент России может снять должности главу региона и разогнать региональный парламент своим указом. Когда мы говорим об ответственности, может снять со своей должности главу региона и разогнать региональный парламент. До 2002 года он не мог ничего сделать. Вот не нравится ему губернатор, ничего он не мог с ним сделать. Он не мог его отправить в отставку, не он его назначал, его избирали. Поэтому только граждане могли избрать другого. А в 2002 году принимаются указы о том, что президент может снять губернатора и может разогнать местный парламент. А как система губернатора? А как система губернатора? Так, в одном... Что? Мы же сказали в Волосине, что уехал его отстранил. Его отстранил, когда еще не было выборов губернатора. Он еще назначал до 95-го года. А не было выборов губернатора с 95-го по 2004-й выбирали. То есть с 95-го он уже не мог его сделать. А система губернатора какая-то не была в областях? Ну, она была краем, практически ее не было. Нет. Это зависело от конкретной области, но в некоторых областях существовала возможность отзыва губернатора. Но это была настолько невыполнимая процедура. В некоторых просто ее не было. Значит, мог снять главу региона и разогнать местный парламент. На основании, на каком основании он мог это сделать? То есть либо они нарушают, естественно, как тиши, совершают преступление, либо нарушают российское законодательство. То есть либо губернатор совершил преступление, или религиональный парламент, например, принял закон, который противоречит интересам России. Это уже был первый шаг в этой прямой ответственности. Кстати говоря, формулировка снятия губернатора, она расширилась первоначально вот только от совершения преступления, деятельность, которая была соответствующим законам. Она расширилась даже до таких формулировок, как, например, отсутствие доверия со стороны президента. И если вы помните мэра Масну Ружкова, то его сняли с должности с формулировкой, что он потерял доверие президента. Естественно, в законе и критериях этого доверия не прописывается. Вот представьте, что вас можно отчислить из университета, потому что у вас там только задолженности, еще что-то, еще что-то. И последнее, значит, отсутствие доверия со стороны деканата. Хорошая формулировка. Поэтому, естественно, что здесь может уже подпасть любой человек, и у него совершенно не важны критерии, на котором... Я понимаю, что все представили ситуацию, но именно когда президента, кстати говоря, президента Медведева, Медведев его отстранил, спросили, а что же, в чем же выражается этот кризис доверия, он сказал, что я не обязан по закону отвечать, да, я ему не доверяю, но это все. Вот, и он был отстранен. А отметим, что в 2004 году, принимается в конце 2004 года, принимается новый закон, который отменяет выборы губернаторов, выборы глав регионов, да, и президентов Медведева, выборы губернаторов и глав регионов, глав субъектов федерации. И с 2005 по 2012 год глав субъектов федерации не избирали граждане. Этого нет ни в одном федерации мира. А чтобы главу региона не избирали граждане, а назначали, назначал президент. Значит, с 2005 по 2012 год были отменены выборы глав региона. Как происходило назначение теперь уже главы региона? Кандидатуру выбирал президент России. Президент России. Значит, по этому указу кандидатуру главы региона определял президент и представлял эту кандидатуру на утверждение в законодательном собрании ее. То есть президент определил Иванова, например, да, в качестве кандидата губернатора Свердловской области и за его кандидатуру должно проголосовать более половины членов областной думы, депутатов областной думы. А причем, в отличие от центрального парламента, областной думе за то, что она не примет кандидатуру президента, ничего не будет. Ее даже не распустят, да. То есть никаких здесь подъездов для нее не было. Но все парламенты России, конечно, проявляли благоразумие. И ни один парламент за эти 7 лет не высказал доверие президенту России и высказался всегда и поддерживал ту кандидатуру, которую, соответственно, представлял президент. Очень редкие случаи были, когда один-два человека проголосовали против. Обычно абсолютно очень часто, когда единогласно принималась та или иная кандидатура, которую представлял президент. Значит, в связи с выступлениями, которые в 2011 году прошли выборы в государственную сумму, которые повлекли серьезные массовые выступления, прежде всего, в Москве. После этого президент Медведев в своем федеральном послании высказывается как за изменение закона о политических партиях, так и за возвращение выборов губернаторов. Отметьте, что с 1 июля 2012 года выборы губернаторов вновь существуют. Выборы два субъекта были введены указом президента, новым законом. Вместе с тем, это уже не те выборы губернаторов, которые, конечно, были в 90-е годы, потому что существует очень много ограничений и фильтров, так скажем, для того, чтобы избраться губернаторы. Но, тем не менее, выборы возвратились. Значит, здесь нужно сказать о том, что вообще этот закон, конечно, вызывает очень много здесь негативных реакций именно в связи с теми фильтрами, которые были введены. Интересно, что с до принятия этого закона до 1 июля 2012 года были переназначены порядка 25 губернаторов для того, чтобы выборы не проводить, в том числе и с Вердовской области. Накануне был назначен новый губернатор. Но, тем не менее, вот 14 октября этого года был единый день голосования, и в пяти областях избирались губернаторы. Это впервые за последние 7 лет. Какие фильтры? Вы можете не записывать, но я вот о них вам просто скажу. Значит, для того, чтобы человек мог баллотироваться на должность губернатора, за него должны отдать подписи, это уже определяет сам регион, что федеральное законодательство только рекомендует от 5 до 6 процентов, могут определить 6, 7, 8, без разницы. А депутатов муниципальных законодательных собраний, то есть, например, городской думы Екатеринбурга, должны поддержать того или иного человека. Что это означает? Вот лично вы хотите баллотироваться в губернаторы. Вы должны прийти в городскую думу Екатеринбурга и попросить депутата поддержать вас на этот пост. Они ставят подпись, она нотариально намеряется, и, естественно, один депутат может поставить только одну подпись в пользу того или иного кандидата. То есть, эти подписи вам надо собрать, учетом того, что в городской думе большинство в единой России, как вы понимаете, то есть, достаточно сложно другому человеку или от других политических сил или вообще самовыдвиженцу прийти и, соответственно, здесь попросить поддержки. Более того, человек должен собрать подписи до 2% рекомендации федерального законодательства в своем регионе, в свою поддержку. И третий фильтр, который, конечно, так называемый президентский фильтр, президент России, допустим, зарегистрировано 6 человек на выборы губернатора. Президент России имеет право отфильтровать 3-х. То есть, он может посоветоваться со всеми, да, там, полпредом и так далее, и выбрать 3 наиболее достойных, на его взгляд. Человека остальных 3-х убрать, и вот за этих 3-х граждане пойдут голосовать, да. То есть, а значит, может вообще один кандидат остаться? Нет, одного кандидата не может. Не могут выборы кандидаты? Нет. То есть, допустим, 5 человек хотят участвовать в выборах. Президент может допустить всех, пятерых его это не беспокоит, пожалуйста, пусть идут. А, допустим, кто-то ему не нравится, да, он, соответственно, отбирает 3-х человек, то есть 3-х как минимум, да, 3-х он отбирает, 2-х отфильтровать, и после этого граждане уже не с 3-х, они из 5-ти выбирают. Это так называемый президентский фильтр для того, чтобы не допустить в власть там криминал, и так далее, и так далее, да, то есть каких-то личностей, за которые граждане не могут в плане обдуманности проголосовать. Вот, поэтому, вот, опять же, достаточно ограниченные выборы получаются, но, по крайней мере, они введены. И последнее, что запишите на сегодня, это укрупнение, четвертое изменение, о котором мы уже сказали, это укрупнение регионов. Укрупнение регионов. Укрупнение регионов. То есть сейчас, региона 83, этот процесс замедлился, замедлился, и, наверное, пока каких-то еще изменений не будет. Значит, так, у нас еще и пара минут, давайте в качестве вывода город, как вы обозначили, что, несмотря на все эти изменения, асимметрия регионов сохраняется, сохраняется. И регионы, на сегодняшний момент, российские регионы, они полностью встроены в вертикаль власти. В вертикаль власти. В качестве вывода. Но, чтобы вот еще вам сказать, это уже можно не записывать, асимметрия, она, прежде всего, конечно, сохраняется в экономической сфере. В России есть дотационные регионы, регионы-доноры. Дотационные регионы, те, которые получают дотации с центра. Регионы-доноры, те, которые деньги свои заработанные передают в центр для того, чтобы содержать другие. Это вызывает огромный противоречие внутри Российской Федерации. Регионами-доноры являются чуть более 12 регионов-доноров, включая, например, Сверхловскую область, естественно, Москва, Санкт-Петербург, Ханты-Мансийский, Малонемецкий, автономные округа, Татарстан, Вологодская, Ленинградская, Липецкая, Ужгости. А дотационными регионами являются, естественно, прежде всего национальные республики, которые при этом еще имеют больше полномочий. Но в частности, самые дотационные регионы России это Камчатский край, Якутия, Тыва, Республика Алтай, Бурятия, Татистан, Чечня, Карачаево, Черкесия, Бхея, Кабардино, Балканец. Естественно, это тоже поражает и улучшает ситуацию внутри. Российская Федерация, чтобы вам наглядно показать, в чем различие именно экономически, например, Чеченская Республика, о которой мы с вами говорили, она получила в 2009 году 125 миллиардов рублей дотации из Центра в 2010-м 80-м, в 2011-м 54-м, в 2012-м, а опять же в 2010-м по-моему 2 миллиарда рублей. Доходы, как тише, доходы Ставропольского края, всего Ставропольского края за 50 миллиардов рублей, включая дотации из Центра и те деньги, которые зарабатывает Ставропольский край. Население Ставропольского края в три раза больше, чем население Чеченской Республики. Вот в этом и проявляется главная симметрия именно экономических, ну и также фактических и главных полномочий.